А у нас на прямой связи со студией один из авторов Уголовного административного кодекса, доктор юридических наук Айдаркан Скаков. Айдаркан Байдекович, спасибо, что вы сегодня с нами. Вы доктор юридических наук, профессор кафедры Уголовного и Уголовно-исполнительного права Академии. На ваш взгляд, насколько Уголовный кодекс Казахстана нуждается в доработке? Именно в вопросах защиты прав женщины и детей. Спасибо за вопрос. Хотел бы сказать, что обеспечение прав, свобод человека и, в первую очередь, именно тех категорий лиц, о которых вы говорите, имеет важное значение для всего нашего казахстанского общества. Дело в том, что именно эти социальные слои населения, они малозащищенные и требуют постоянной защиты со стороны государства. Вообще, что такое правовое положение этих категорий лиц? По теории права, под правовым положением понимается совокупность субъективных прав, юридических обязанностей и законных интересов граждан. Поэтому вся эта совокупность в целом должна постоянно развиваться. В этом случае можно будет говорить о развитии правового государства в нашем стране. И тем более, можно сказать, что и институты правового государства, в частности, неправительственные организации, развитие их, как отметил наш президент Касанжимар Кемельевич Токаев, является важным звеном формирования правового государства в нашей стране в целом. И какие изменения могут улучшить работу правоохранительных органов нашей страны в этом направлении? На наш взгляд, уже на этой стадии мы сделали ряд положительных сдвигов. Вот новый министр внутренних дел Туркумбаев Ерлан Заманбекович делает положительные, так скажем, шаги. В частности, сейчас формируются новые, так сказать, черты уголовно-исполнительной системы. Дело в том, что данная система имеет ряд упущений и достатков. Но, хотелось бы отметить, что данная система обладает колоссательным важным значением социальным для всего нашего казахстанского общества. Потому что в местах лишения свободы отбывают те же граждане. И на них распространяются все права свободы именно гражданина Республики Казахстан. Они ни в чем не должны ущемляться, только в зависимости от вида наказания. И вот здесь хотелось бы отметить, что недавно была конференция, на которой мы обозначили основные направления развития пенисарной системы. Здесь хотелось бы отметить, что у нас пенисарная система исполняет наказания в зависимости от развития прогрессивной системы исполнения. В первую очередь, лишения свободы. И вот позитивным направлением является то, что данная прогрессивная система может распространяться и на другие виды наказаний, не связанные с лишением свободы. Я имею альтернативные наказания. Это штраф общественной работы, исправительной работы. Здесь хотелось бы отметить то, что, почему мы говорим о прогрессивной системе. Это ноу-хау. В других республиках СНГ данный институт не работает. Только у нас в стране прогрессивная система приобрела такой динамичный, эффективный механизм развития. Айдархан Байдекович, извините, время эфира, к сожалению, ограничено. Спасибо за ответы. Я напомню, что на прямой связи со студией был один из авторов Уголовно-исполнительного кодекса, доктор юридических наук Айдархан Скаков.